Как изменить другого, как переделать другого? Ну, мы знаем, что кто-то скажет, ну как-как, нужно представить, что-то переделать. Да, можно, но в лучшую сторону. Так, чтобы человеку это хотелось. То есть, если вы хотите, допустим, пьющего, представить, значит, заставить не пить, как-то там, отнимать мысли на него бутылки, ну, мы пойдем другим путем. Причем, заметьте, слово «изменить» стоит в кавычках. Чтобы вы понимали, что мы не будем, конечно, никого не мят. А что мы должны делать? Изменить себя. То есть, вот это самое, самое важное. Так вот, давайте разберемся. Представьте, ну, допустим, вы хотите переделать кого-то. Там, ваших детей, супругов, на работе начальники и так далее, и так далее. То есть, получается, что в результате у вас возникает желание, то есть, это желание есть некое поле, которое входит в резонанс поле этого. Ну, противоположного человека, там, супруга или начальника, то есть, у него возникает желание переделать вас. Подобное активизирует подобное. Ну, мы рассматривали. Если у вас есть обида, вы притягиваете обидчика, да? Вот, если у вас есть желание переделать кого-то, вы вводите в камертон, то есть, тот человек, как камертон, отвлекается, пытаясь переделать вас. Вот эта проблема родителей, ну, вернее, мужа и жены постоянно, один друг другого, хочет переделать, это идет борьба всю жизнь. Это во-первых. А во-вторых, когда вы хотите переделать, значит, вы уже создаете вот ту будущую реальность, когда вы по-прежнему хотите переделать этого человека. Мы же с вами говорили, что в настоящем нужно представлять то, что ты хочешь иметь. И получается, что вроде бы задача не решаема. Но задача решаема, и решается она следующим образом. Первое. Что, давайте просто логически будем рассуждать, чтобы переделать другого, да? Мы хотим переделать. Что значит переделать? Это значит, чтобы тот человек хорошо относился к вам, так? Следовательно, вам нужно сделать так, чтобы этот человек к вам хорошо относился. То есть, другими словами, чтобы этот человек вас полюбил. Ну, полюбил в каком смысле? Уважал, ценил и так далее, понимаете? Ну, в том числе, и, может быть, и влюбился в вас, если речь идет об отношениях. Все, теперь задача понятна. Значит, нужно что-то придумать, чтобы он или она, значит, ну, условно говоря, полюбили вас. Следовательно, что нужно сделать? Опять-таки, по закону того же притяжения, значит, я должен в себе вырастить, условно говоря, любовь к этому человеку. То есть, я должен с любовью к нему относиться. И тогда я получу по закону притяжения обратное. Но вы скажете, а как это? Что же я этого идиота, что ли, должен полюбить или должен, да? Вот в этом-то как раз-таки и проблема. Следовательно, что нужно сделать? Первое. Первый этап, который вот здесь описан, значит, этап освобождения собственного негатива. То есть, вам не нравится, там, друг, супруг, начальник и так далее. Поэтому первое, здесь все написано металлическое, я просто читаю. Первое – это желание, освободите желание изменить этого человека. Потому что вы постоянно будете бороться. Здесь есть. Дальше. Освободите вот все, что… Ну, короче, негативные чувства к этому человеку. Кроме того, третий пункт, еще есть момент. Освободите все, что раздражает вас в этом человеке. Ну, например, вас просто бесит, что он скупой. Что это говорит? О чем это говорит? Совершенно верно. У вас эта скупость есть, родная и милая, но она, как говорится, замурована вашим воспитанием, вашими страхами, что обо мне подумают. И человек становится вроде бы хорошим, порядочным, но скупость – это вот эти подавленные чувства, вплоть до страшной агрессии, когда человек в состоянии аффектов выплескивает вот то, что он кем является, и там совершает преступление, убийство и так далее. Потом говорит, как так? Такой хороший, не такая милая. И как это она могла сделать? И сам человек не понимает, я не понимаю, что я делал. То есть вот это и есть. Поэтому освободите все, что вам не нравится в этом человеке. Здесь все написано. И четвертый этап – освободите самого человека. То же самое. То есть вы поработали, то есть это, естественно, должно быть определенное время какое-то, то есть вы поработали, я не знаю, может быть, кому-то достаточно поработать день-два, и вы просто почувствуете, что у вас нет такой неприязни, и дальше уже тогда мы начинаем что делать? Мы начинаем пытаться полюбить этого человека, да? Поэтому первый, это второй этап. Как его полюбить, когда вы терпеть не можете? Ну, уже, скажем так, более-менее мягко. Значит, что? Во-первых, плохих людей не бывает. Есть люди, у которых плохие качества наружи, а хорошие внутри, но есть наоборот. Поэтому просто-напросто найдите в этом человеке какие-то положительные качества. Может быть, он культурный, может быть, он помогает там семье, там чужой соседине и так далее, в детские дома, что-то. Найдите. Вот все буквально от одежды до, как говорится, душевных каких-то качеств и восхищайтесь вот этими. То есть, что мы делаем? Мы фактически в себе, знаете, как мышцы тренируем, если мы будем постоянно восхищаться вот этими качествами, значит, у нас постепенно растет вот эта энергия любви к нему. И он уже начинает постепенно отвлекаться, потому что он чувствует, что его ценят, уважают и любят, ну, хоть за что-то. Пусть он там, вы будете понимать со временем, что да, он негодяй, он плохо относится, но у вас не будет вот этого негатива. Вы понимаете, что он хороший, хороший семьянин. Одно, второе, третье, четвертое. И последний вариант, вернее, последнее, то, что очень важно, как раз таки, попросите прощения у этого человека за то, что вы хотели его переделать. И простите его за все его качества. А вы знаете, что все проблемы в жизни – это следствие вашего мышления. То, что ощущаете, то и получаете. Меня зовут Анатолий Донской, я доктор технических наук, занимаюсь исследованиями в области энергоинформатики, ну, а точнее, занимаюсь изучением влияния мыслей, эмоций, как реальных физических полей на жизнь человека. То есть на его здоровье, на отношения, на финансовый достаток, на появление проблем, на достижение целей. Одним словом, затрагиваются все сферы жизни человека. И я приглашаю вас на бесплатный вебинар, на котором я подробно расскажу, что именно влияет на вашу жизнь. На вебинаре мы разберем вопросы, которые интересуют очень многих. В частности, такие вопросы. Почему происходит все наоборот? Почему не складывается жизнь? Почему не сбываются мечты? Почему нет денег, плохое здоровье? Не складываются отношения? Почему с точки зрения законов физики абсолютное большинство людей просто не могут достигнуть своих целей в любой сфере жизни? Мы с вами выполним практическое упражнение, которое приблизит вас к достижению ваших целей, к исполнению желаний. Ну и кроме того, вы лично во время вебинара убедитесь, как ваши мысли влияют на ваше тело. Также на вебинаре вы сможете скачать книгу «Диагностика жизни». Это книга-справочник, в котором описаны истинные причины более 300 заболеваний и причины появления проблем в жизни человека, а также способы избавления от негатива. Итак, нажимайте на кнопку, регистрируйтесь на сайте и до встречи на вебинаре.